Молодцы! Поэтому у нас дети, которые пока не вполне адаптированы, они занимаются заширмами. То есть они могут друг друга не видеть, и им это облегчает задачу. А здесь уже более адаптированные дети, они занимаются в формате микрогруппы. То есть это два или три ребенка, которые уже работают с единым педагогом, который дает им по очереди задания. Это уже более приближено к школьным такому. От обычной группы, где один воспитатель, одна няня, это чем отличается по количеству и детей, и воспитателей, да? Ну, количество детей здесь небольшое. Здесь две группы по пять человек всего, и у каждого из них, практически у каждого есть свой персональный тьютер. Это тьютер необходим для того, чтобы быть, по сути, руками и головой ребенка. Он помогает ему воспринимать задачи, помогает ему выполнять задачи, но в том числе тьютер должен заботиться о том, чтобы впоследствии его было все меньше и меньше в жизни ребенка. Здесь учитывается сенсорная особенность детей. Все дети с аутизмом имеют определенный сенсорный дефицит. Это кому-то, у кого-то сенсорная сильная чувствительность, то есть им тяжело приносить звуки, прикосновения. У кого-то, наоборот, недостаток чувствительности. Этим детям нужно как раз очень сильный нажим. Они очень любят в этих шариках друг друга мяться, они любят пролезать по этим туннелям. То есть, фактически, здесь мы им даем возможность сбалансировать свое психологическое и физиологическое состояние, и тем самым быть более готовыми уже к академическим заданиям. А какое медицинское сопровождение отдельное для таких детей, ежедневное какое-то? Вы изучаете их? Мы изучаем, да, но это вообще выбор родителей. Общеизвестно, что таблетки от аутизма не существуют. Для коррекции аутизма подходят занятия, поведенческое вмешательство. И, конечно, работа по социализации, то есть по интеграции в общество, в общественную среду. И пребывание какое в течение дня? Пребывание у нас с 8 до 5. Сейчас начинали мы с очень маленького времени. Мы начинали с 2 часов, чтобы у нас было мягкое похождение в эту среду, чтобы было комфортно к детям. А сейчас по 8 часов, да? Ну, один только пока у нас ребенок с 8 до 5. Эта девочка наиболее социально адаптирована. Остальные дети находятся в меньшем количестве времени, но уже 4-5 человек у нас остаются на сон. То есть для нас это большой успех. Играй! Играй! Мы летим с тобой вдвоем, мы ничего не узнаем. Шаг назад, шаг вперед, и на месте по ворот. Шаг назад, шаг вперед, и на месте по ворот.